Привет друзья! Вау! А что это у нас здесь? Мне кажется это старые поношенные тимбры да я не ошибаюсь и вы тоже я думаю не ошибаетесь когда видите эти боты эти боты мне подарил дружбан за килограмм банан говорит забирай он занимается секонд-хендом и говорит видал говорит какие пришли в жизни такого не видел вы сейчас поймете о чем я говорю немножко позже не перематывайте не переключайтесь все реально здесь очень интересно это тимбры по ним видно что это оригинальные тимбры классные крутые видите они практически не ношеные но я предполагаю это какая-то старая модель они где-то валялись их там привезли секс секонд-хенда видите какая-то модель интересная кожаные шнурки идут кожа такая прям толстая толстенная ни в какое сравнение не идет с той кожей которая делал обзор уже вот они какие идут внутри внутри кожаный видите вообще не затертая ну-ка стелечка стелечку я немножко подорвал уже вынял смотрите друзья вот стелечка вот такая стелечка видите ношеные практически вообще очень мало внутри полностью кожаные без утеплителя без ничего кто мне подскажет эту вожу эту модель 159 мне ее не находит ребята что это за модель какого на года откуда она и самое главное вы мне скажете где они сделаны пожалуйста кто знает в кого есть какие-то предположения кто в теме ребят что это заботы под этим номером не выбивает вообще не пойми что это же тимбры только другие здесь не указано где они сделаны мады ин мэйдинги тайланд бангладеш доминиканская китай саша вообще ничего не написано мэн мэйд аутсол лезер энд мэн мэйд лайнинг что это такое полностью кожаная везде кожа здесь кожа там кожа внутри кожа вообще везде кожа и что самое прикольно почему у меня их так просто так отдал и говорит слышишь говорит на говорит ветерина говорит может говорить там то ли поменяешь что-то то ли то чем славятся тимбры что в них подошла неубиваемая да мои друзья подошла неубиваемая я не знаю какого они года может быть ими действительно там уже годов двадцать и они высохли где-то валялись говорят подошла неубиваемая но приехали они вот такими это я уже расшнуровал вау крокодил блять пацаны что это за хуйня это эко бляди ли шо не наизма и сека такая хуйня творится крошатся смотрите подошла не были практически новые вообще никто может походили где-то кинули они валялись шо это за жопа смотрите шо это за жопа начала тут все крошится я не знаю что это за говно шо это за модель какого она года ну по ней видно что это не подделка это реально оригинал это блять качество вообще супер просто все сделано просто на высшем уровне вот на этом боте он кимберланд нашивка тоже так же сама все ничего не написано модель 159 может 05 11 11 года она уже за 9 лет я даже не знаю я просто теряюсь догадка что это такое вообще как такое могло произойти что это за крокодилами ну давай кто такой видел я такого не видел чтобы с кимберландом из такое горе случилось это просто какой-то трэш трэш ребята я знаю эко нормально жучат братаны раз разлагается в них подошла смотрите кимберланд братанчики так сама дали видали пацаны вот так вот вот так на куски на куски не блять но я решил решил реально найти где-нибудь в украине блять вычитать подошву хоть более-менее похожую и заказать просто замена подошвы как они будут выглядеть и шо с ними вообще реально будет будущем что они походят как они вообще с новой подошвой но вы видите что это за жопсель ребят вот это я смотрю вот это походу вот это вот это не зато резина резина которая который реально все похуй а вот эта середина и такая середина как и века чтобы там не говорили блять но это такая самая середина как и века ну-ка вес вес ребятки что тут с весом у нас что это, блядь, куски валяются. Тимбринг погибает. Оп. Привет. Хоп. 890 грамм. Ребята, это в два раза тяжелее, нежели эко, те, что я мерил. Показывал, был у меня обзорчик недавно. Эко тулечек. Вы представьте, какой вес, какой вес. Блядь, ну что это за херня? Я не знаю, блядь. То ли, может, подействовали какие-то химикаты разлагаемые. Но я в своего дружбана спросил, говорю, вы же секонд там тягают же это все. Я говорю, у вас часто, говорю, тимбры там попадаются? Он говорит, да тимбры, говорит, попадаются часто, без проблем. Они их продают, с ними все нормально сподошло. Первый раз в жизни такое вижу, блядь. Я думал, говорит, они вообще неубиваемые. Говорит, они, блядь, вообще разложились. Может, что-то на них повлияло? Какая-то атмосфера. Смотрите. Вот это, получается, низ подметка. Здесь в идеале. Вот это подметка идеальная. Здесь все четко. Подметка охереннейшая. Настоящая тимбровская подметка. А вот эта середина, вот это получается, вот эта пятка тоже, я думаю, она твердая. Вот это, вот это, ребятки, вот это. Блядь, я сейчас их, наверное, расхрендячу. Короче, я их все равно буду менять. Все равно мне их надо будет куда-то относить в ремонт. Мы сейчас их разорвем нахрен и посмотрим, что же у нас. О, пошли, пошли. Это я их не рвал, ребят. Чтобы вы понимали, они такие приехали. А, чтоб видели. Тимбы. Ебаша тимбы. Видели, какая кожа? Так я вам скажу, вот эта кожа у меня намного помягче как-то и потоньше, чем вот эта. Вот тут, конечно, жесть. Вообще крутая кожа какая-то. А, с моими вообще тоже жопа, блядь. Ношу я их второй месяц. Я сниму видео, увидите, блядь. Это пиздец. Купил в интертопе. Это просто жопа. Подошва начала отходить. Этим, блядь, смотри, хоть бы хуй. Где, блядь? Подошва расслоилась. Смотри, блядь. Смотрите. Где тут, блядь, что отходит? Шутся за, блядь. Что это у меня за говно, блядь, ребята? Что это за фуфел? Блядь, что это за говно? Оригинал, блядь. Интертоп, блядь. Я думаю, вы зайдете, тоже поймете, что здесь. По ним видно оригинал. Я делал обзор. Здесь базара нет. Крутые боты. Но это, конечно, фуфлище. Сделаю обзор, подошло, отходит. Прошло больше месяца. Звоню в интертон. Ну ладно, все. Это все в другом видео. Мы здесь этих аркадилов рвем. Давай, блядь. Пятку рвит. Вот он, блядь. Ёбаный в рот. Что это за, блядь? Нихуя себе. Что за, блядь? Блядь, пацаны, это баллон с Аирмакса. Точно. Шучу, блядь. Квадратный, блядь, баллон. Что это за хуета, ребята? Блядь, пиздец. Каблук, блядь. Видали? Я не знаю, что это за хуйня. Оторвал, блядь. Блядь, ну я не знаю, ребята. Вы мне скажите, почему не написано, где они сделаны? По ним видно, что это оригинал. Но это не фуфло какое-то, реально. Сто процентов не фуфло. Это реально оригинал. Но вы мне, блядь, сориентируйте меня. Скажите, где они сделаны? Что это за модель? Почему я ее найти не могу? И что, блядь, случилось с этой подошвой? Что это за ужас? Видите? Резиной все в порядке. Резина бомба. А вот это, вот эта жопа, вот эта, вот этой жопе пришел капец, как называется. Да? Блядь, чем бы то их оторвать? У меня с собой ничего и нету. Ребятки, ребятки. Сейчас. Сейчас может чем-нибудь. Ах, блядь. Не-не. Сейчас, ребята. Попробую. Вот, 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 вырвал я. Наверное, для уменьшения веса. Какая-то штука. Она какая-то петная такая, пенная такая, пенная-пенная, твердая. Видали? В пятке. А тут что? Она была просто приклеена. Вот, видали? Вот здесь уже идет стелечка. Вот там натянутая, вот там тканевая кожа. Кожа там. Тут оно все зачищается. Короче, буду сдавать в ремонт. Видали, какие тимбы? Говорят, тимбы, блядь. Ну, может что-то с ними случиться? Не знаю. Что-то с ними может случиться. Случилось, видите? Реально классные с виду. Крутые вообще такие кожаные шнурки. Внутри, снаружи все кожа. Их еще, я их не чистил. Вот эти, они так и приехали. Я их не чистил. Их еще отпидорить. Покрыть каким-нибудь хорошим воском. Прожирнуть их. Цвет придать. А не то, что бомба вообще. О чем здесь речь? О таких тимбах ты будешь сам ходить. Реально бомба. Реально бомба. А вот это что у нас? А вот это не бомба. Это не бомба. Это просто трэш. Трэш. Вот такой. Так что, ребят. Видали? Подошла бомба. Промежуточная часть. Жопа ей. Такого я не видел, честно говоря. Я думал, ему всему жопа. И честно говоря, вот это вместе с вами на видео первый раз дупля дал. Что это реально ток вот этой внутренней части. Пришел капец. А здесь все в порядке. Все нормально. Смотрите, как оно вставляется сюда. Видали? Крутяк. Сейчас. Вот так. Смотри. Чикс. О. Видал? Все на месте. Бомба. Бомба. Всем нравится. Ребят, пожалуйста. Кто что знает? Ваши предположения. Что случилось с подошвой? Первый вопрос. Как могло так случиться? Второй вопрос. Где они сделаны? Что это за тимбы? Потому что я повторюсь. Это тимбы. Это тимбы. Это 100%. Это не какое-то фуфло. Ну и третий модель. Модель. Написано 159. Ну не знаю. Google не помогает. Ассистент вообще молчит. Выбивает какие-то другие модельки. Видите? Ну это реально классная какая-то модель. Может это реально старючие какие-то. Им 100 лет уже. А видите? Вот эти начали просто вот отходить. Вот видите? Тоже половиночка вот эта. С резиной все окей. Новая резина. Ребята. Вообще. Ну это же вообще. Вот так вот. Кимберленд. Ты умер. Я в шоке. Ну ничего. Мы тебя возродим. Подошву тебя найдем. Все. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Задавайте вопросы. На все отвечу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!